Эта семья жила в Костромской области в шести часах езды от цивилизации. Пока маленькой Ситоре в Санкт-Петербурге делали операцию на сердце, в их доме замерзла система отопления. Чтобы восстановить ее, нужна сумма, которой маме четверых детей не заработать и за год. Дом пришлось бросить. Чтобы лечить страдающую пороком сердца и хроническим гепатитом девочку, семья перебралась в Ярославскую область, где мать-одиночка нашла работу доярки. В Ярославле здесь у нас и в больнице все врачи, и кардиолог необходим, и инфекционист, который нами занимается по лечению гепатита, все в основном здесь. Сейчас семья снимает под Мышкиным деревенский дом. Из-за ослабленного иммунитета шестилетняя Ситора часто простужается. Когда женщина обратилась в сельсовет с просьбой помочь с дровами, ее назвали попрошайкой и предложили самостоятельно разобрать на дрова заброшенный дом, без какой-либо техники и помощи, вручную. О тяжелом положении семьи Макаровых случайно узнали ярославские волонтеры и перешли к решительным действиям. Я лично обращалась, писала письмо в соцзащиту, обращалась лично к Лыткину. Пока обратной связи не получила, но соцзащита отреагировала как? Комплектом постельного белья и парой полотенец. Светлана рассказывает, что подобных ей волонтеров-энтузиастов, помогающих малоимущим семьям, в Ярославле сотни. У них даже есть царафанная сеть обмена информацией. Активисты организовали для семьи сбор одежды и средств на дорогостоящее лечение маленькой Ситоры, а также встречу Лилии Макаровой с уполномоченной по правам ребенка, о существовании которой женщина просто не знала. Я думаю, что будет решен вопрос с лечением дочери в одном из федеральных учреждений здравоохранения, если требуется вторая операция. Разговор сегодня уже состоялся с департаментом здравоохранения, готовы принять и оказать помощь. С решением жилищной проблемы семье тоже обещали помочь. Татьяна Степанова направила Макаровых к уполномоченному по правам ребенка в Костромской области и взяла дело под личный контроль. Мы также будем следить за развитием событий. Многодетная мать надеется, что помощь Татьяны Степановой и огласка на телевидении заставят Костромскую и Мышкинскую администрацию обратить, наконец, внимание на ее семью. Светлана Гофман, Сергей Мазилов. Я новости. Светлана Гофман